Вломились люди, три человека, три большие мужчины, скрутили моего мужа, просто побили мне мебель, поломали стул, напугали моих двух маленьких детей, мне две девочки 8 и 6 лет, то есть дети плакали, испугались, скрутили и посадили его в машину и увезли. Увезли в непонятном направлении, сказали, будут увезти на реабилитацию. Как на мое личное мнение, там просто вопрос квартирный стоял, потому что у него папа, ну папа болеет, он ногами уже почти не ходит, единственный наследник это как бы мой муж. Приходили неоднократно какие-то люди, какие-то появились друзья у отца, приносили ему выпивку, то есть неоднократно он просто в невменяемом был состоянии, его допаивали до такой степени, ну что вообще. Он видел, что там происходило с людьми, одного человека, я лично общалась потом с этим в райотделе человеком, которого привязывали швабру к нему, сматывали скотчем, он лежал там, лежал просто посредину, уже даже в туалет ходил под себя, и когда привозили других людей, там с матерями привозили, этого человека, он говорит, ну просто его взяли, перенесли в другое место, завели мать, показали все это помещение, этого человека, мать увели, этого человека потом обратно привели, положили туда же. Я обратилась изначально к адвокату, проконсультировалась с ним, адвокат мне сказал, иди в полицию, то есть мы поедем по правам защиты человека, давай будем еще писать туда, ну, в общем, да, адвокат мне посоветовал, я обратилась в полицию, вот полиция мне помогла, мы его туда вот достали. Где вас держали и чего вас там держали? Держали чего, я ответа как такового не знаю точно, мне сказали, вот тебе надо от алкоголя отойти, вот тебе надо тут побыть какое-то время. Держали в селе, в село Васильевка, в доме закрытого типа, с решетками на окнах, с железной дверью, которая была все время закрыта под ключ. То есть сказали, тебе надо здесь немножко побыть, ну а как выяснилось, меня собирались там держать довольно-таки длительный период времени, на протяжении там полугода где-то, ну я не знаю, что там рассказывали родителям, чтобы они платили еще за это. Вы употребляете алкоголь? Я почти целый год был, трезвый абсолютно, то есть на день рождения супруги в декабре я не пил, на свое день рождения не пил, выпил я на Новый год конкретно, Новый год, да, я отмечал, пил. И забрали меня в состоянии алкогольного опьянения туда, забрали силой. В каких условиях вы находились? Условия кошмарные, условия кошмарные, бегают такие огромные тараканы, я таких в жизни не видел просто никогда. Те люди, которые явно выражали свое недовольство, там ломились в двери, там добивались звонка домой, их связывали, я видел такие, несколько человек были там, но это происходило не при мне, это до того, как я приехал, но я видел эти шрамы на руках, люди вскрывали вены себе там, чтобы их хотя бы вывезли в больницу и по дороге как-то убежать там хотели, то есть приезжал прямо на месте, их там штопал какой-то, лепила их организация этой, и то есть даже на улицу не выводили никого. По данному факту, в Шиченкинском отделении полиции было порушено криминальное проведение по статті 146, частине 2, а саме по избавлению воли группой ОСИБ. В ходе обшуку было встановлено, что за висшевказанной адресой находится так называемый реабилітаційный центр, в котором находятся 33 особи, деякі из которых утримались в цьем реабилітаційном центре проти их воли. В цьем центре нема будь-яких ліцензий, единственный документ в них есть это свидетельство про регистрацию громадского объединения. Все висшевказанные особи были доставлены до Шевченкинского отделения полиции, опитаны, в 14 из них было отримано заяви про то, что их незаконно позбавляло волю. По каждому из фактов было порушено криминальное проведение. В ходе слідства было установлено, что группа осіб за певную грошовую награду насильно отрабатывала людей. Родичей клиентов, которые отрабатывались в цих центрах, платили от 5 до 7,5 тисяч гривен щомесячно. На данный час установлено три охраны, которые находились в центре. Два организатора, которые находились в Дніпро в офисе. Один так называемый координатор зовнішних звездков, который спелкувался с наркодиспансерами с метою найти новых клиентов. Серед співробитников центра не было жодного лікаря. Это співробитники этого центра, это также бывшие клиенты этого центра.